МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. Бывший начальник колонии строгого режима получил условный срок, но так и не признал вину в ДТП с пенсионеркой на пешеходном переходе. Не дожидаясь официального открытия, автомобилисты Волгограда прочувствовали удобство появления в городе ракадной дороги. Понесло на парламентском часе. Главная чиновница региональной сферы образования поставила рекорд по публичным благодарностям. Машина сбора подписей в поддержку референдума о выборе времени набрала обороты. По области открыли еще полсотни пунктов. Нетрезвая женщина, оказавшаяся федеральной судьей Центрального районного суда Волгограда устроила аварию на перекрестке улиц Лермонтова и Кубинской. В результате пострадало пять машин, в том числе и автомобиль предполагаемой виновницы. Люди, к счастью, остались целы. В крови сотрудницы суда Мирославы Мизякиной найдено более одного промилле алкоголя при разрешенных 60-х. Сразу после ДТП федеральный судья сообщила, что является неработающей. Принудительное купание в благодарностях для коллег устроила сегодня на парламентском часе в областной думе председатель регионального комитета образования Лариса Савина. В конце своего длительного выступления, в котором по всем фронтам от яслей до школ были, разумеется, отмечены успехи и движение вперед, чиновница не удержалась от крика благодарной души. Я очень хочу поблагодарить присутствие этого уважаемого сообщества, депутатский корпус, вас лично, Николай Петрович, за постоянное внимание и ежедневную поддержку, мы, поверьте, ощущаем. Сергея Васильевича Копникова за оккураторство проекта, за... Я очень прошу, прошу, очень, очень прошу, Сергея Киповича Булгакова, с которым мы реализуем программу воспитания маленького волшанина и волгоградское качество. Это очень... Илья Анатольевна Славилова, который открыл нам в этом году такие перспективы для экологического образования, мы все погрузились в это с большим удовольствием. Конечно, Дубский комитет по образованию Николая Сергеевича, Татьяну Петровну Курдину и ее комитет, который... 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 Я вас уже в прошлом в очереди, давайте за решение. Да, нет, нет, нет. Илья Анатольевна Славилова, которая нам постоянно указывает, где мы не дорабатываем в плане привлечения федеральных средств без бюджета. В результате благодарностей за содействие в развитии сферы образования, внимание и неустанную заботу удостоилась едва ли не половина депутатского корпуса. Не дожидаясь официального открытия ракадной дороги, некоторые автомобилисты Волгограда уже прочувствовали преимущество возникновения в городе новой транспортной артерии и освоили новый маршрут. Работы по строительству объекта Дублера 1-й Продольной от улицы Каленина до улицы Химической вышли на финишную прямую и будут завершены до конца года. Осталось подключение освещения, установка ограждений и благоустройство. Это тот самый случай, когда можно сказать, что мечты горожан сбываются. Общая протяженность ракадной дороги составляет около 6,5 километров. Экс-начальника колонии строгого режима Андрея Козловского приговорили к трем годам условно за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. В феврале прошлого года в Волгограде на пересечении улицы Пражской и проспекта Ленина на пешеходном переходе была сбита пенсионерка. Позже она скончалась. На женщину наехал автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого был сотрудник УФСИН. Этот факт он не признавал, утверждая, что женщину сбила другая машина. После оглашения приговора в Центральном районном суде Андрей Козловский воздержался от комментариев. Вы считаете, справедливый приговор или нет? Понимаете, что это, может быть, несчастный случай, но все-таки скажете, по-моему. Помимо условного срока, бывшему начальнику колонии строгого режима на полтора года запрещено управлять транспортными средствами. Еще 50 дополнительных пунктов по сбору подписей в поддержку референдума о времени открыты в Волгоградской области. Для того, чтобы собрать почти 38 тысяч необходимых подписей граждан, у активистов осталось чуть более двух недель. В областном избиркоме уже создали рабочую группу по приему и проверке подписных листов. В начале Нового года, когда завершится процедура проверки подписей, станет ясно, насколько эффективной оказалась работа инициативной группы. Если все будет в порядке, то пакет документов будет направлен в Волгоградскую областную думу, которой предстоит определиться с датой проведения референдума о переходе или не переходе региона в другой часовой пояс. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова